Здравствуйте! Вы на канале Ольга Лепатова «Жизнь как путешествие». И мы с вами находимся в Южной Болгарии. Это город Санданский. И сейчас я вам покажу что-то очень-очень интересное. Епископальная церковь, которая была сооружена в IV веке и достраивалась, перестраивалась до VI века нашей эры. Это совершенно уникальное сооружение вот такого раннего христианского периода. То есть христианство приходит в Болгарию ещё с римлянами. В IV веке в Риме было официально христианство провозглашено религией. И здесь, на территории будущего города Санданский, тогда он назывался, конечно, по-другому, была одна из первых епископальных церквей построенная. Представляете, IV век нашей эры. Заходим внутрь. Значит, частично сохранившиеся остатки здания. И был построен такой купол, который с одной стороны повторяет контуры здания, с другой стороны консервирует эти древние остатки для того, чтобы они сохранялись. Вот вам характерная для римлян плимфа, сочетающаяся с камнями. Остатки мозаики на стенах. Вот так они были украшены. И это что, святой источник, да? Здесь вообще какой-то... Да. А, нет, там, по-моему, еще было написано, что это хранилище для мощей. Вот, а нет, святого, да. Ага. А вот, 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 вот. А, это вот источник святой, да? А это вот стул, кого-то хранили. Нет, у них что-то. А, нет, это источник. Так. И вот он, такой маленький отверстие. Написано, что это кладенец со святой водой. Да, может, вы давайте посмотреть, конечно, для чего он тут. Что тут? Да, тут надо изучать все. Вот подробно. Непонятно предназначение. Ну, если стол, зачем вот эти вот края? Это же неудобно для стола. Ну, почему? Может, как раз удобно, чтобы ничего не падало. Вот, предохраняет. У римлян, кстати, все было настолько разумно, что это нам учиться и учиться. Именно поэтому такая разумность в Европе. Понимаете? Вот, потому что там действительно шли в римской цивилизации именно от разума. То есть, если Греция, это духовность больше, это дух. А здесь, например, кладовка была с веном. Да что вы говорите? А вот амфоры стоят. Вот, вот это и амфоры остатки. Ну, в амфорах могли хранить и зерно. А могли хранить и вино для вот этого обряда, да, причащения. А могли. А попробовать через глизну. И провести самостоятельный химический анализ. А какие там? Думуловные прям. Ну да, остатки, да. Ну, кладовка была. Помещение там. Ну, проще подозрить. Вполне возможно. Вода может цветать. Вот, туда вот эти, да, посмотри. Там есть. А это вот такой огромный атриол, то есть внутренний двор в храме. Поскольку, вы там, посмотрите, какие интересные, тоже мозаичные украшения. Наши вон птицы, может быть, это похоже на голубей, пьют водичку. Для этого периода характерны цветочные и животные узоры, украшающие базилики. Огромный совершенно храм, мозаичные украшения. Это купель для крещения, древняя крестильня, как написано на болгарском. Работы здесь еще много. Да, но они же говорят, что идут проучивания, то есть научные исследования, и постепенно восстанавливается, постепенно Европа выделяет деньги на вот это все сохранение. Ну, представляете, какая величина храма, конечно, это проект. Вон там, кстати говоря, описан проект. Сейчас я пойду почитаю. Вот это такой пол. Кстати говоря, внутри самого храма, сейчас это во дворе как бы, внутри самого храма пол, естественно, мозаичный тоже. Тоже с узорами растительными. Да, очень огромный храм. И вот вам, пожалуйста, проект, международный проект по восстановлению социализации города Матриум, который был начат в 13-14 году. Надеюсь, вам понравилась эта небольшая обзорная экскурсия по древней римской базилике. Тогда поставьте, пожалуйста, лайк и поделитесь этим видео, чтобы как можно больше людей узнало об уникальных культурных достопримечательностях, находящихся на территории современной Болгарии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!